Вчера в Брукхейвен вышло новое обновление, но оно такое совсем небольшое и не особо значительно, но все-таки я решила его показать и показать парочку новых секретов, которые вы мне написали в комментариях на моем канале. Что же у нас Вульфпак добавил? Смотрите, он значит теперь те ребята, у кого есть PlayStation 4, PlayStation 5 или Xbox играть в Брукхейвен на, получается, этих игровых консолях. Это очень интересно, поэтому, ребята, если вы вдруг имеете какие-то такие консоли, вы можете на них поиграть. Так как мы с Владом постоянно путешествуем и переезжаем, у нас, понятное дело, таких консолей нет. Что еще могу сказать? Нам также добавили обновление в Speed Control, то есть теперь в пункте, где мы обновляем нашу скорость, то есть те ребята, у которых есть скоростной пак, теперь там, короче, внесли какие-то новые обновления, ну и пофиксили баги. Ребята, конечно, совсем небольшое такое обновление, вообще незначительное, но там также было еще написано, что если у вас есть какие-то вопросы по тому, как играть на PlayStation 4, PlayStation 5, разделе вопросика, вы можете узнать подробную информацию, но я так понимаю, эта информация появляется только если вы заходите в Брукхейвен уже с этих консолей. Я сейчас захожу как бы с компьютера, поэтому у меня, конечно, этого вопросика нет, но я у кого-то видела, что этот вопросик был вот где-то внизу вот здесь. Поэтому, ребята, если у кого-то есть PlayStation 4, 5 или Xbox и уже поиграли в Брукхейвен с этих консолей, то вы можете поделиться своим опытом и мнением в комментариях под этим видео. Мне будет очень интересно почитать, как вообще все работает, как вообще обстоят дела и, в общем, ну поделиться своим мнением. Ну, а я хочу посмотреть, что же у нас там обновилось в этом скоростном паке, да, где мы можем менять скорости. Беру вот эту интересную машинку, захожу вот сюда. И да, ребята, смотрите, у нас раньше, когда мы писали вот здесь типа скорость, мы могли ее только написать. Теперь нет, теперь мы можем, смотрите, увеличивать, либо наоборот уменьшать. Это очень прикольно, ребята, ничего не могу сказать. Тут респект, потому что не всегда писать удобно, особенно если ты играешь с телефона. Вообще, просто можно нажимать плюсик-минусик и вот так вот увеличивать или уменьшать скорость. Это очень-очень удобно. Также здесь у нас вроде так и было, все по-старому остается. То есть здесь у нас, получается, просто появились плюсики и минусики. И мы можем с этими плюсиками и минусиками как-то взаимодействовать. Офигеть, что, блин, сейчас произошло? Я просто за секунду перевернула машину, поставила ее обратно и заехала в бассейн. Офигеть. Напишите, как вам вот это новенькое обновление. Ну, а я бегу проверять ваши какие-то секретики. Подумала, что так как обновление небольшое, будет интересно просто попроверять ваши секреты. Давайте посмотрим, что же там есть. Ребята, первый баг нам написал человек, который, к сожалению, не подписался. Полстана, привет, проверь баг. Возьми швабра. Швабра взять. И включи одиннадцатый танец. И включи, чтобы швабра натрия. Что такое натрий, я вообще не знаю. Тут, видимо, ошибка. Но давайте проверять. В принципе, первое начало. Нам понятно, нужно взять швабру, включить одиннадцатый танец, посмотреть, что будет. Поэтому сейчас берем швабру. Давайте, может быть, надо, чтобы швабра была в каком-то... Ого, блин, тут у нее функция. Можно за шваброй танцевать. То есть ее можно просто так в руках держать. Может быть, натрий это на третью скорость? Давайте сейчас проверим. Мы сейчас, значит, включаем одиннадцатый танец. Включаем его и берем швабру. И что получается? Давайте посмотрим. Так, одиннадцатый танец. О, блин, слушайте, реально очень круто. Я так понимаю. На второй давайте проверим, что будет. Если третий. Чего такого? Она просто танцует со шваброй. В общем, второй. Мне вот этот вообще очень нравится. Она, конечно... Тут еще периодически рука, посмотрите, багается так. И швабра как-то перелетает. Но очень круто, блин, получается. По сути, баг сработал. Если, конечно, то, что написал подписчик, у меня все получилось сделать. Потому что он не написал, какой должен быть конечный результат. Но реально. Швабра, во-первых, багается. Посмотрите, как это интересно. Во-вторых, она реально так со шваброй танцует. Что это просто как будто борщица осталась наедине с собой. И ее никто не видит. И она тут решила, блин, устроить танец со шваброй. Ну, ребята, классно. Спасибо тебе, подписчик, большое за твой секрет. И я бегу проверять следующий секрет. Следующий подписчик, конечно же, тоже не подписался. Стан на привете. Короче, в Брукевене есть такая секретка. Сначала берешь эмоции убит. А после этого берешь скейт. Давайте проверим. У нас, блин, с этой эмоцией убит. Просто куча, куча всяких секретов. Поэтому я даже не сомневаюсь, что секретка работает. Итак, давайте мы сейчас, значит, возьмем эмоцию убит. Или сначала, наверное, надо взять скейт. А потом нужно взять эмоцию убит. И давайте посмотрим, что будет. Нет, наручники. Блин, мне кажется, в каком-то другом надо порядке брать. К эмоции убит у нас эмоция хит. Так, наверное, нужно сначала брать эмоцию убит. А после этого надо брать скейт. Да, ребята, смотрите, у нас получается очень прикольно. То есть мы вообще заваливаемся на спину. И у нас к одной ноге прикреплен скейт. И мы, получается, вот так вот ездим. А если стоять, то мы будем крутиться. Да, круто. Этот секрет реально работает. И секретка очень интересная. Баг прикольный. Да, все работает. Мне нравится. Спасибо тебе, подписчик, большое. А я бегу проверять следующий секрет. Следующий человек, походу, тоже не подписался. Давайте проверять его секрет. Стана, привет. Я нашел довольно-таки старый секрет. Там нужно взять спальный мешок. И любой дом с диваном. Ставишь спальный мешок рядом с диваном. Ложишься в мешок и нажимаешь эмоцию сидеть на диване. И тогда ты будешь одновременно сидеть и лежать. И ходить после этого возьми транспорт, скейт. И тогда ты будешь ездить на заднем колесе. Давайте проверять. Честно, ребята, я про этот баг вообще впервые слышу. Поэтому, возможно, он реально старый, как написал подписчик. Но я о нем вообще не слышала. Нужно взять абсолютно любой дом. И нужно взять спальный мешок. И после этого еще скейт. Короче, я, если честно, немножко не понимаю, как это будет работать. Потому что, если ты нажал эмоцию сид, там, короче, ты должен прыгнуть. И тогда все пропадет. И ты не сможешь сидеть. Ладно. Давайте, в общем, проверим. Вот тут у нас есть, короче, рест. Да, мы сейчас. Короче, нам нужно как-то сюда забагаться. В диван получается. Вот, я думаю, так, в принципе, подойдет. Блин, я не так поставила. Так, давайте еще раз попробуем. Значит, мы встаем вот так вот. И после этого нажимаем сюда на диван. Блин, оно ужасно просто. Я не могу зайти дальше. Вот, смотрите, отлично получилось. Давайте мы, значит, сейчас сюда заваливаемся вот так. Убираем спальный мешок и нажимаем сидеть. Офигеть! Ребята, вы посмотрите. Хорошо, давайте теперь нажмем скейт. Мы можем ездить. Что? Офигеть! Ребята, я клянусь, это что такое? Я вообще не знала про этот баг. Капец, ребята, посмотрите, как мы ездим. Че, блин? Офигеть, я впервые слышу про этот баг. Он реально такой старый. А если мы сейчас прыгнем, что будет? Когда мы прыгаем, короче, мы сразу возвращаемся в старое положение. Давайте я сейчас еще раз покажу. Значит, ложитесь вот так вот в спальный мешок. Я сейчас просто, блин, в шоке. Ложитесь в спальный мешок, нажимаете сидеть. После этого берете скейт. Все, и теперь вы можете ездить. Он, получается, вас просто из мешка вываливает в какой-то другой вообще позе. И вы можете вот так ездить. Это что-то типа, как сесть на диван и удалить потом дом. И вы застываете в этой позе. Только здесь все это делается с мешком. И дом не нужно удалять. И получается, это, блин, вообще просто круто. Это реально, ребята, очень круто. Подписчик, спасибо тебе огромное. Твой баг работает. И он просто безумно крутой. И вообще, я о таком вообще не знала, ребят. Клянусь. Может быть, это действительно старый баг. Но я ни разу не видела сообщение, чтобы мне кто-то его писал. И вообще не видела этот баг ни разу, чтобы кто-то делал. Поэтому это реально очень крутой баг. Спасибо тебе огромное. Я бегу проверять следующий секрет. Следующий баг нам написала Дариночка. Стана, привет. Я нашла очень интересный баг. Премиум в доме с фиолетовым бассейном. Есть гантели. Ложишься на штангу и берешь маленькую гантель. У тебя штанга будет в одной руке. Давайте проверим. Я уже выбрала премиум дом с фиолетовым бассейном. Я думаю, что сейчас нужно взять сначала штангу. Взять ее в руки. И после этого сесть на вот это. Ого! Да! Ребята, посмотрите. Баг реально работает у меня в одной руке. И гантеля, и штанга. Это очень круто. Спасибо тебе, Дариночка. Огромное. Ну а вы, если хотите попасть в следующее видео проверки секретов, прямо под этим видео вам нужно написать любой баг или секрет, который вы знаете. Он очень интересный, может малоизвестный. И тогда у вас есть шанс попасть в мой следующий ролик.